Итак, победители следующей номинации «Лучший старт сезона» Кременчук. Встречайте! Лукас, ребят, что хочу сказать? Возьмите микрофончик, да, не стесняйся. «Лучший старт», а как финиш вообще? Ну, во-первых, это был фольстарт. А вот, ну, а к финишу, финиш еще впереди. Я уверен, все вас ждут, да? Что-то мы не слышим зрителей. Ждете? Кого будете благодарить? Мы хотим поблагодарить кондинерскую компанию «Лукас», нашего спонсора. А, кстати, недавно эта компания отпраздновала свой день рождения в 16 лет. Мы поздравляем! Лукас, привет! Спасибо вам большое! Удачи, ребят! Давайте, поехали! Здорово! Игорь Смеха! Привет, столица! На сцене все те же провинциальные лица. И пусть наш городок очень мал. Но сегодня так, как мы, никто не прокачает зал. А если у тебя сейчас плохое настроение, тогда стой перед телеком и повторяй движение. Ну что ж, привет, друзья! Знаете, из Кременчуга еле к вам доехали. Дороги ужасные. Четыре часа на пазике. Человека до сих пор трясет. Мэр Кременчуга, когда узнал, что мы едем на зимний кубок, и его покажут по один плюс один, попросил пропиарить Кременчук. Подошел такой, дал видеокассету и сказал, ну вы там покажите всем, пускай посмотрит на наш город. Ну что ж, внимание на экран! Мэр Кременчук КОНЕЦ Ну что-то, теперь встречайте Кременчук, который вы привыкли видеть! Дорогие друзья, сегодня наша команда будет шутить исключительно на актуальные темы. Наверняка все вы видели, как недавно в Верховной Раде из-за трибуны пытались вытащить премьер-министра. Но мало кто знает, чем закончилась эта история. А самый актуальный вопрос для всех мужчин во время новогодних праздников – это что же подарить своей любимой? Совет. Идите в ювелирный магазин. Дорогая, смотри, какое золотое кольцо. Боже мой, какая прелесть! Хочу, хочу, хочу! А вот смотри, золотое колье. Боже мой, какое красивое! Хочу колье золотое! Давай перейдем к серебру. Ну золото так золото! Друзья, Акременчук настолько густо заселенный город, что ночные клубы располагаются прямо в жилых домах. Итак, представьте, семья, которая живет на первом этаже над ночным клубом. Бабуль, подай водички! Бабке 75 лет! Подай дом, подай все! Выше руки! От таблетки, вот забить! Спасибо, спасибо! Друзья, Зимний Кубок Лиги Смеха — это отличная возможность для того, чтобы подвести итоги всего сезона. А помогут нам в этом члены жюри. Решили с пацанами подытожить мой сезон. Со сцены было сказано о шутах миллион. На Зимний Кубок долго мы все ехали, ехали, ехали. Ленусь, а не приятно. Сезон начался в Одессе с фестиваля. Команды выступали, жюри вставало. В общем, вы в культе, в чем тут суть? Все выбирают команды. А я пришел отдохнуть. Выбрали тренера, решили сообразить на семерых. Совпали мои интересы и их. Взяли ящик коньяка, 40 литров пива. Попался крепкий тренер. Немножко не хватило. От жюри мы слышали много комплиментов. Лену вы не использовали даже на 50%. Чего вы не вставали и что вам было нужно? Сивоха нам ответил. Завтрак, обед и ужин. Эмоции вскипали, никто не уступал. Ты меня послал на х**, и я ли п**ну послал. Короче, замес начался, просто жуть. Все жюри на взводе. А я пришел отдохнуть. Недавно Юрий Гарпунов, тренер Лиги Спеха, стал тут служим артистом, добился успеха. Юра, как думаешь, народного возьмешь? Профессионализм не пробьешь. Если вкратце, таким и был сезон. Осталось лишь узнать, кто сегодня чемпион. В пользу нашей команды есть козырный факт. Ребят, честно говоря, я ваш фанат. Гременчуг, Лукас, ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ